Не то, что вот браман, знаете, как вот в Багаву там писано, и пришли бедные браманы. Я думаю, как они оставались бедными, если каждый раз им дарили какие-то деревни, там самосвалы фруктов, там горы золота. Они принципиально были бедными, они раздавали это до заката солнца. То есть самые вот там говорят эти траст, вот эти доверия, ну эти фонды, да, чтобы заботиться о людях. Вот такими фондами были браманы. Просто задаешь браману, это его проблема. И браман уже думал, как вот это распределить на благо человечества. Ну потому что он брал вот минимум сколько, ну три категории было браманов, те, кто брали на один день, на месяц, на год, все остальное они до заката солнца раздавали. И вот такой браман, зачем он это делал? А потому что это будет беспокоить его ум. Когда денег много, беспокоит ум. Уже не до шастер, уже память будет слабая. А для него это важно. Шатре ему нужно по работе. Ему нужны по работе деньги, потому что надо как-то кого-то организовывать, нанимать. Нужно быть сильным. Нужно быть вот это положение, как сказать, не гордость, а это статус поддерживать свой. Иначе люди не будут слушаться. Это непростой человек. Он говорит, надо слушаться. Вайши торговали, можно было торговать, выращивали, что лишнее, и у них есть эта природа. Но там есть правило, там не 120% накрутки. Там есть, я видел, преды мне показывали, сейчас у меня нет с собой, но они показывали расценки накрутки у вайши, которые были раньше. И они не такие, не по 100%. Нормальные, простые были накрутки без сверхприбылей. И шудры были довольны тем, что их более духовно развитые господа, которые на самом деле больше, они заботились о шудрах, как о детях. То есть они давали всё, что необходимо ему для жизни. И так как сознание браманов, кшатри, вайши, бухля, вот как у нас вот это восприятие? Если он где-то на работе, то эти ребята, ну эти высшие, бояре там, или кто их там, дворяне, они их выжимали просто. Это у нас старая привычка. Ну то есть есть представление, видя эту жизнь. Но раньше было другое совсем. Эти люди были более высшие по развитию сознания. Они думали о благе тех, кто от них зависел. Это было супер, если шудра, у него был хороший господин. Не у всех были господа, кстати. Кто-то сам там чем-то там торговал. Ну, в смысле, ремесленник я имею в виду. Но те, кто в служении, полностью о них заботились. Полностью. Всё, что нужно. Лишние денег не давали. Лучше купили ему там, не знаю, компьютер. И не давали на руки деньги. Потому что они беспокойство. Купят что-то не то. Ну, купят, я не знаю, подзорную трубу зачем-то. Зачем ты её купил? Ну, какую распродажа была. Чтобы вот такого не было. А они заботились о них. И вот это вот, видите, они брали необходимое. Зачем? Чтобы поддерживать своё существование для духовного развития.